Привет, мои дорогие подписчики и просто зрители! Сегодня будет очень простой рецепт слайма, даже их будет два. Сегодня мы будем делать такие слаймы, которые первый рецепт мне посоветовала подписчица или подписчик, не знаю, к ней был непонятен. А второй я нашла на просторах интернета, не помню конкретно где. Итак, давайте приступим. Для первого он будет попроще, нужна обычная зубная паста. Я взяла эту не потому, что нужна в рецепте, просто потому, что у меня такая была, не знаю почему, просто была паста и обычный сахар, сахарный песок. Я его съела, это не борекс, он вкусный. Теперь давайте начнем это все добавлять. Не скажем на пропорции, поэтому добавляем зубную пасту. Если из этого получится что-то, а скорее всего это получится, то я очень надеюсь, что все сделают этот рецепт и у всех будут с вами. Давайте добавим понемногу сахар, будем добавлять. Вот я ложкой и понемногу насыпаю сахар обыкновенный, белый. И перемешиваем. Паста довольно густая. Сейчас она с этим всем смешивается и выглядит довольно красиво, и хочется это все скушать. Так. Ну, не знаю, вроде чуть отлипает от стенок миски. Но она сейчас вспенилась в плане пузырьков. Давайте туда добавим сахар еще немного. Главное, я думаю, не переборщить. Тут такая же история фиговая, как и с солью. Перемешиваем. Вот, сейчас я его покажу. Вот такая консистенция белая пузырчатая. На слайм это пока не похоже. Было написано, что все получилось. Ну, не знаю, может быть рецепт фейковый. Скорее всего, так и есть. Но мы же как бы хотим узнать полностью всю правду. Так что я предлагаю поставить его, ну, даже не знаю, поделить его на две части. И одну поставить в морозилку, точнее, в холодильник. А другую поставить в микроволновку. И посмотреть, что из этого будет. Давайте сейчас поделю его на две части и к вам вернусь. Итак, я разделила на две емкости. Вот эту, которая чуть поменьше. И я добавила отсюда пасту эту с сахаром. И сейчас я хочу поставить в холодильник. Я сделала сюда меньше положила, потому что холодильнику я меньше доверяю. А вот эту вот штуку я хочу поставить в микроволновку. Потому что из нее, по факту, испарится вода. И что-то должно получиться. Это уже не по рецепту, но я решила попробовать. Итак, давайте это пока что ставим и понесем туда. А сейчас у нас будет другой рецепт. Сейчас я налью шампунь в миску, который нам понадобится для этого желатин и шампунь. Шампунь я сейчас налью в миску и к вам вернусь. Итак, с микроволновки я нашу штуку достала. Я ее поставила примерно на минуту. И, знаете, сахар растаял, и она поднялась где-то вот по эти поры тарелки. Такие пены. Здесь, международные, такие разводы пенные. И, не знаю, сейчас миска горячая, и это вообще ни что не похоже. Просто похоже на жубную пасту с сахаром. Сладкая жубная паста вдвойне. Итак, давайте оно немного постоит, остынет. И в конце видео я вам покажу, что из этого вышло и что вышло из холодильничного варианта. Давайте переходить к другому рецепту. Я уже налила в нашу мисочку шампунь. Вот, такого фиолетового приятного оттенка. И сюда мы добавим желатин. Сюда нужно добавить не очень много желатина. Пропорции я в рецепт не нашла. Просто сыпем на глаз. Вот. Я думаю, столько хватит. Итак, давайте перемешаем. Вау. Вот эти звуки странные. Я переверну ложку, потому что это просто челлендж. Попробуй не забыть от странных звуков. Итак, желатин. Он понемногу растворяется в нашем мыльном шампуне. И давайте я буду размешивать уже за кадром, потому что это мутно. Хотя это может быть залипательным. Итак, сейчас я добавила желатин в наш слаймик. Вот такой он у нас с кристаллами получился. И пусть наш слайм пойдет и в микроволновке понабухает. Кстати, урбанской Ксюше передаю привет. Итак, я расплавила на наш желатин. Теперь это у нас просто такой шампунь слегка вспенившийся. Сейчас я его пойду вставить в холодильник или морозилку. Скорее всего, в морозилку на где-то минут 15. А то и чуть побольше. Итак, вот наша зубная паста из холодильника. Вот такая вот она, обычная зубная паста из холодильника. Она даже на вкус такая же я попробовала. Ничем не отличилась. Сейчас то достанем зубную пасту, которая просто стояла и остывала на рабочей поверхности. Сейчас мы ее достали и, ну, она слегка поплотнее предыдущей, так как она была в микроволновке, здесь еще сахар. Ну, слаймом это назвать нельзя, вообще никак. Даже если ты слепой и плохой, и запах не чувствуешь. Во-первых, оно воняет так, что глаза выедает, а во-вторых, это не слайм. Итак, переходим к другому. Итак, и последний наш способ сделать слайм, который тоже с треском провалился. Это такой, типа, желе из шампуня. Но, посмотрите, после того, как оно минут 30 стояло в микроволновке, точнее, оно было в холодильнике, в морозилке, оно, короче, чуть загустело, стало похоже на такое желе, но оно очень гибнет к рукам. Такое, это какие-то слизь, сопельки такие. Но по бокам стали такие довольно желеобразные пленочки. То есть, в принципе, это мыльное желе. Давайте его скушим. Всем пока, короче. Подписывайтесь на мой канал. Давайте на этом слаймовой желейной ноте закончим. И обязательно подписывайтесь. Скоро, у нас уже очень скоро будет тысяча подписчиков. Я этого очень-очень жду. Подписывайтесь и обязательно присылайте свои рецепты в комментах. Всем пока. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok